Приветствую вас, я изучил ваш вопрос, я не читал ответы коллег своих, хочу честно, ну, потому что в данном случае это заняло бы много времени, поэтому где-то, наверное, будут какие-то совпадения с их ответами, возможно, вот, но надеюсь, что этих совпадений будет немного. Итак, я буду читать ваш текст и давать комментарии. Мой супруг очень красивый внешне, хоть в кино снимай, яркий поведение, общительный мужчина, сорока лет. Ну, я думаю, что вот все, знаете, абсолютно все мужчины и женщины, и, скорее всего, какая-то часть мужчин после вот такого описания вашего мужа, ну, знаете, захотели бы на него взглянуть. Это вот, я думаю, совершенно точно. Понимаете, я, конечно, не сомневаюсь в том, что ваш мужчина красивый, я не сомневаюсь в том, что он обаятельный, я не сомневаюсь в том, что он общительный, я не сомневаюсь в том, что он яркий. И на самом деле, ни в чем докторе я не сомневаюсь. Сомнение у меня немножечко в другом. Сомнение у меня в том, не идеализируете ли вы его. Вот вы говорите, что вместе вы два года. Ну хорошо, то, что вы вместе два года, это, безусловно, здорово. Два года все-таки срок приличный, хоть и небольшой. Непонятно, правда, замужем ли вы за ним или нет. Вот это вот непонятно, потому что, ну, вы не написали об этом ничего. А жаль, хотелось бы, чтобы написали, потому что это многое бы объяснило. Например, если вы, допустим, если вы не женаты, то ситуация здесь, она такова, что это один вариант, один расклад, одна ситуация. Если вы женаты, это другой вариант, другой расклад, другая ситуация. Ну, собственно, ваше описание мужчины, оно, конечно, довольно такое, оно, вот, идеализированное, как мне видится. Потому что, ну, все-таки, да, он может быть красивый, но, как бы, говорить о том, что хоть кино снимай, и что он очень красивый, ну, это вот, вы как-то его идеализируете. Чувствуется, понимаете, чувствуется, что вы, как бы, ну, может быть, даже вот не уверены в себе, чувствуется, что вы, как-то вот, прямо, сомневаетесь в себе, а вот достойный ли я такого мужчины, а вот, как бы, ну, вот он меня выбрал, а вот вдруг я недостаточно хороша для него, понимаете. То есть, эти вот сомнения, они просказывают на самом деле, и дальше там, по вашему тексту, пойдет совсем уж яркие проявления, проявления вот этой вот самой неуверенности в себе, да. Да, но пока что, пока что, мне бы очень хотелось, чтобы вы как-то вот подумали об этом, пока что, то есть, чтобы вы подумали о том, не идеализируете ли вы его. Ну, опять же, почему мы кого-то идеализируем, потому что мы что-то принижаем, мы идеализируем только потому, что мы что-то принижаем, по-другому, к сожалению, быть вот не может, по-другому не бывает. То есть, понимаете, как это работает, да, если мы, если мы что-то принижаем, значит, мы что-то идеализируем, как бы, ну, баланс и, в общем-то, сохранение требует от нас этого. Поэтому, вот именно то, что вы принижаете себя, как, ну, как вот я увидел, неплохо бы объяснило, на мой взгляд, то, что вы идеализируете своего мужа. При этом вы забываете, естественно, о том, что человек вас выбрал. То есть, при тех условиях, при тех обстоятельствах, да, что он красивый, обаятельный и так далее, он выбрал вас. И вы как бы, что самое интересное, вы как бы сомневаетесь в его выборе. То есть, вы сомневаетесь, конечно, не в его выборе как таковом, а вы сомневаетесь в себе. Но сомневаясь в себе, вы сомневаетесь в его выборе. А сомневаясь в его выборе, вы как бы ставите под сомнение его выбор. Вы говорите там дальше о ринопластике Но мужчина-то выбрал вас Когда вы уже были такой Мужчина-то выбрал вас Когда вы были без ринопластики И соответственно что получается в этом случае Что получается в данном случае А в данном случае получается только то Что если мужчина выбрал вас без ринопластики Значит он вас такой подрубил Значит вы такая ему нравится И вы ставите под сомнение его выбор Вот теперь вопрос А если у вас право Морально какое-либо еще Ставить под сомнение выбор мужчины Подумайте об этом Разве не очевидно что С его внешностью Он мог бы быть с любой женщиной Но он выбрал вас И он серьезный, ему 40 лет Так почему же вы ставите под сомнение его выбор А самое главное Почему вы не уважаете его выбор Как таковой Далее Где бы мы с ним не находились Везде к нему повышенное внимание и интерес Даже просто В пристальных взглядах Со стороны женщин Ну опять же Яркий мужчина Представительный Импозантный Естественно он привлекательный Естественно он привлекательный Для женщин Это нормально И надо сказать Что здесь Я сейчас Скажу Наверное Банальную вещь Но тем не менее Тот факт Что на вашего мужчину Обращают внимание Говорит о том Что рядом с вами Человек Яркий И как вы его описали И разве это не здорово Что на него обращают внимание К нему подказывают А он с вами Разве это не здорово Кроме того Вы вероятно Слышали о том Что Человек Который Находится в личных отношениях Отношениях с другим Это Отражение Того человека С которым он находится В отношениях То есть Иными словами Этот мужчина Это отражение вас Но это внешнее отражение вас Потому что Как бы Это отражение Вашей внутренней красоты Что мужчина И заметил Что мужчина Скорее всего И знает Что для мужчины Скорее всего И очень важно Понимаете Этот ваш Мужчина Это отражение Того Кем вы Являетесь На самом деле Внутри себя На духовном уровне И разве Возникает вопрос Разве Это не здорово Разве Это не замечательно Вы Вы Понимаете Почему Он Почему Этот мужчина Обратил внимание Именно на вас Почему Он обратил внимание На вас Потому что Вы Прекрасны В душе И У вас Может быть У вас Может быть Нет Яркой Внести Такой Какая Например Есть у тех Женщин Может быть И нет Но зато Внутренний мир Ваш Куда более Богат А что касается Женщин То Они Обращают внимание Действительно На Импозантного Действительно На Яркого Мужчину Просто Как На Представителя Мужчинского Пола Им все равно Какой у него Духовный мир И именно Поэтому Он Сван С той Что Духовный мир Его Ценит Сегодня В очередной Раз Пишите Вы При мне Не стесняет Привлекательная Молодая Женщина Сделала Ему Комплимент Значит Оказывала Знаки Внимания Словно Я В пустое Место Ну Знаете Женщина В данном Случае Как бы Замечая Мужчину Яркого И Красивого Говорит На Этом же Самом Языке На языке Яркости И на языке Красоты Естественно В чисто Внестом Аспекте Особенно По первому Первому Впечатлению Вы Может быть Уступаете Этой Женщине Но Как я уже Сказал На Духовном Уровне На Духовном Уровне Ваш Супруг И вы Куда Ближе Чем Эта Женщина Потому Что И Супруг И Глубине Души Вы Понимаете Что Вы Вместе По другой Причине Не по Причине Яркости Не по Причине Красоты Вы Вместе Потому Что У вас Есть Духовная Связь Женщина 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 Говорит На Языке Тела Язык Тела В данном Случа Язык Внешности Это Поведение Ориентировано Исключительно На Оболочку И Помимо Оболочки Эту Женщину Ничего Больше Не Интересует Но Здесь Конечно Ваши Неуверенные Себе И Само Оценка Это Безусловно Ему Естественно Приятно Было Ну Это Любому Человеку Приятно Я Никак Не Прореагировал Даже Постарался Дружелюбно К ней Настроиться Как Интересно У вас Проявляется Зачем Быть Дружелюбно Настроенной К той К той Которая Делает Комплимент Вашему Мужу Вы можете Только Лишь Знаете Как Так Победность Гордостью Посмотреть На нее И сказать Да И Это Мой Мужчина Вот Это Вы Можете Сделать Оно Все Таки Напрягает Эт Почему В чем Чем Именно Вас Это Напрягает Боитесь Потерять Своего Мужа Почему Да Я Смотрел Что У вас Муж Я Вот Как Об этом Вначале Своего Записи Не Сказал Я Почему Просто Пропустил Что Это Ваш Муж Вот Ну Все Рано Хотелось бы Знать Вот Вы Говорите Что Вы Вместе Два Года А Это Вы Женаты Два Года А Знаете Друг Друга Сколько То Это Такие Важные Моменты На Самом Деле Значит Напрягает Это Почему Боитесь Потерять Своего Мужа А Вы Боитесь Вы Его Упустить Или Он Это Ваш Способ Доказать Себе И Другим Что Вы Более Успешны Почему Напрягает Чем Таких Случинств Уже Немало Было Заглядывают В глаза Улыбаются Ему Это При Мне Обезменяло Уч И Не Знаю Что Творится Но Знаете Скорее Сво Творится То Самое Потому Что Если Такие Женщины Не Удаст Ставят Вас Своим Неманем Значит Они Судят Только По Внешним Параметрам Те Кто Судят По Внешним Параметрам Они Действительно Не Чураются Наличие Так Сказать Вторых Половинок Я не думаю Что их Поведение Как бы Сильно Отличается Проблема Здесь На самом Деле В другом Мы Месяц Всего Два Года Но Вот Опять Вопрос Насколько Вы Друг Друга Доверяете Насколько Вы Друг Друга Знаете Насколько Вы Вообще Отдаёте От себя Отшир Кто Вы Такие Друг Для Друга Мне 33 Года Я Некрасавица Ну Вот Здесь Ваша Занизенная Самоцерка Это Видно Сразу И Без Каких Либо Прекрас Занизенная Самоцерка То Что Вы Некрасавица Вот Вопрос У меня К Вам Почему Вы Не Считаете Себе Красавцей Как У вас Складывались Отношения С родителями Говорили ли Они Вам Что Вы Красивая Испытываете Ли Вы Сомнения В своей Внести В принятии Себя Вот То Что Вы Хотите Сделать Ринопластику Заставлять Меня Сделать Вывод Что Вы Все-таки Себе Что-то Не Принимаете Соответственно Это Работа С самооценки Соответственно Это Для начала Для начала Это Нахождение Тех Моментов Которые Заставили У вас Эту Самооценку Понизиться Вы же Когда-то Думали Что Вы Самая Красивая Если Родители Вам Это Говорили Если Не Говорили Другой Вопрос Но Если Говорили То Это Вот В какой-то Момент Вы Перестали Думать О себе Так Значит Какие-то Установки Вам Не Читают Либо Это Установки Что Все Решает Внешность Либо Это Какие-то Нормы Соответствуют Каким-то Стандартам И так Далее Но В целом В целом Это Именно Ну Помимо Неуверенности В себе В целом Это Опять же Неуважение К Выбору Своего Мужчина То есть Объективная Женщина Может быть Яркая Может быть Не очень Но Ее Окончательный Образ Формируется Всегда Не только Из Внешности И вот Опять же Здесь непонятно Почему Вы Такое Большое Внимание Придаете Именно Внешности И Вопрос Отдаете Ли Вы Себе Отсчет В том Чем Руководствуются Женщины Да Которые Ориентированы Только На внешность Вот Какие У них Внешности Вы Сами Сказали Что Они Безморали Мяглые И так Далее Но Понимаете Ли Вы Чем Они Руководствуются И Не Завидуете Ли Вы Им Кстати Говорят Кстати Говорят А Если Завидуете То В чем И Чем Понимаете Ли Что Красота Это Очень Такое Мимолетное Расслабляющее И Иллюзорное Преимущество Что Мало Мальски Мало Мальски Надо Вить На эту Красоту И Если За ней Ничего Не Окажется Это Будет Пустота Понимаете Ли Вы Это Подумайте Почему Вас Выбрал Ваш Муж Еще Раз Повторяю Да Далее Значит Так Симпатичное Старается Одеваться Красиво Ну То Здесь Опять же Момент Выработки Вашего Стиля То 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 Вы Стараетесь Одеваться Красиво Если Это Не Упирается В Деньги Ну Говорит Говорит О Наличии Вас Или Отсутствие Определенного Стиля Соответственно Я полагаю Что Вы Об этом Уже Думали Но Тем Не Менее Должен Сказать Что Посещение Стилиста Визажиста В салоне Красоты Выработка Вашего Нового Образа И Вообще Использование Вашей Внести На Полную Карточку Ну Может Ситуацию С ней Существенно Поменять И Без Всякой Ринопластики Вот То есть Не уродите Себя И Оставайтесь С собой Это самое главное Муж Вас Принял Такой А если Вы Хотите Что-то Делать Уже Остановиться Вам Будет Слой У меня Совершенно Иное Воспитание Я Не Могу Понять Как Можно Клеиться К Неслободному Мужчине Тем Более При Наличии Женщины Рядом А Какое У вас Воспитание Я не говорю Что-то плохое Я говорю Скорее О его Недостатках О его Темных Странах Скажем так Вот У вас Воспитание Получается Стромное У вас Воспитание Получается Такое Вот Достаточно Ориентированное Вовне Да Вовне И Соответственно Родители У вас Какие Сроки Авторитарные Либо Наоборот Очень Мягкие Очень Душевные И так Далее Которые Так Или Иначе Как-то Вот Мешали Вам Самостоятельно Развиваться И Продвигать Своё Становление Как Личности Потому Что Неуверенность Себе Как правило Идет И Девство Вот Значит Так Тем более При наличии Женщины Ряда Ну Опять же Это Вопрос О том Чем Руководствуются Вот Эти Вот Дамы Которые Ориентированы На Вне Только Это Вопрос К вам Получается Меня Не воспринимают Как Привлекательные Привлекательные Другие Женщины Ну Понимаете Как Вы Не Соответствуете Их Представлением О яркости Это Раз Два Вы Не можете Быть Привлекательными Для Женщины Если Она Ну Как Традиционной Ориентации И Три Если Женщина Воспримет Вас Как Привлекательную Женщину Она Сама Себе Поставит Запрет На То Чтобы К вашему Мужу Значит Ну Подойти Я Как Я его Люблю Вы Уверены Как Проявляется Любовь Ваша Подумайте Как Проявляется Ваша Любовь Любовь Это Принятие Своего Мужчина Любовь Это Примение Сделать 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 Счастливым Но Любовь Раз Любовь Это Принятие Своего Мужчины Значит Вы Давны Выбор Его Принять А Получается То Что Выбор Его Вы Не Принимаете Ну Ему Наверное Как Любому Мужчине Приятно Внимание Других Женщин И Что Ну Да Если Б Ему Не Было Приятно Внимание Других Женщин Было Странно А вам Наверное Приятное Внимание Других Мужчин Да Вы себе Не позволяете Этого Возможно Силу Своего Воспитания Но Вам Приятно Я уверен То Что Это Нормально Более Того Мужчине Нужно Внимание Других Женщин Чтобы Чувствовать Себя Мужчиной Чувствовать Себя Достойным Рядом С вами А вам Нужно Внимание Других Мужчин Чтобы Опять Чувствовать себя женщиной, это естественно, только нужно позволить себе это принять, а это и есть вразрез с вашим воспитанием, скорее всего. Проверять ли он зайдет дальше, чем просто флирт, мне бы конечно не хотелось, но если ваш мужчина флиртует, то вы можете с ним об этом поговорить, опять же, непонятно разговариваете с ним об этом или нет, может быть вам воспитание запрещает с мужчиной обсуждать какие-то вопросы, которые являются не слишком удобными, может быть воспитание запрещает вам высказывать свое недовольство ему, то есть здесь необходимо в первую очередь, именно в этом контексте, разобрать ваше отношение с мужем, насколько вы друг другу доверяете, насколько вы друг другом делитесь всем, что вас волнует, какие роли вы занимаете, какую позицию вы занимаете, какую позицию занимает муж, кто из вас лидер, скорее всего муж, если вы ведомая, то на что вы имеете право по вашему мнению и так далее, потому это получается пока так, что вы терпите его хлеб с другими женщинами, а он, может быть, этого даже не знает, что вам неприятен этот хлеб, для него это нормально, он привык, и он не придает этому значения, а вы придаете, но так нужно донести до мужчины, что вам это не нравится, тогда многие вещи, многие вещи станут проще, потому что мужчина сам мало очень до чего может догадаться, да и жизнь полна наглость, без морали и принципов, и что, вы боитесь измены? Если мужчина захочет изменить, он вас изменит в любом случае, то есть это не в женщинах дело, а в нем, знаете, в нем дело, если он захочет вам изменить, если он позволит разрушить вашу семью, то это в нем проблема, не в вас и не в женщинах, еще раз повторю, он выбрал вас такой, какая вы есть, и как бы дело здесь совсем не в том, полно вокруг каких женщин. У меня были мысли даже заняться сексом разного, не постоянно вдроем, я мучаю другая девочка, чтобы выбить эту ревность и неуверенность, но не знаю, не испортит ли это отношение, но, как правило, это отношение действительно портит, а вот как вы пытаетесь свою неуверенность таким образом купировать, для меня, если честно, загадка, потому что в постели вы будете сравнивать себя и будете сравнивать себя потом, поэтому неуверенность ваша не выбьется через секс, неуверенность ваша будет постепенно сниматься, только если вы будете работать над своей самооценкой, над своими страхами, а также над установками, которые дало вам ваше воспитание. Это процесс довольно длительный. А также, если вы пересмотрите и кое-где скорректируете свои отношения с вашим людям. То есть научитесь, например, быть более открытым, например, как он к вам относится, заботлив ли он, уважает ли вас он, или он ведет себя излично самоуверенно, высокомерно, с чувством превосходства, то здесь вот эти все моменты нужно обязательно спирать. Потому что если заботливо и относится он к вам трепетно, как краны, то я полагаю, что здесь вопрос доверия, пару серьезных разговоров на эту тему, пару напоминаний, немножечко обиды и мужчина перестанет слифтовать вообще с кем-либо, ну, если он выбрал в жены вас. И вот что надрело в виде вопросов. Как на себя вести, когда подкатывать к мужу. Ведите себя абсолютно безразлично. Если делать комплимент, то улыбайтесь, говорите, да, это мой мужчина, да, вот такой вот у меня волшебный мой муж, и все. Вот, потом наедине можете ему сказать, что вам неприятно, что он флистует, но это уже деталь. В целом я написал, значит, даже потому-то мне больно и обидно на душе от всего этого. А больно от чего? Понимаете, это ваша проблема. Это несоответствие вас что-то, чему-то. Обида на что? Обида это, как бы, обида это следствие, пока самое ранее, вследствие того, что вас разрушают с объектом удовольствия. Здесь уже вопрос о том, кто для вас муж? Какую роль он играет? Может быть, это муж-отец, может быть, это муж-социальный статус, может быть, это муж, там, ну, что-то еще, например, стабильность, да, то есть вы боитесь потерять стабильность. Может быть, муж это ниточка к повышению самооценки и так далее. Но, понимаете, в том дело, самооценку нужно повышать не за счет мужа. И траки свои экупировать не за счет мужа, а за счет себя. Себе эти силы, эти ресурсы находить. И, опять же, не через ринопластику. Потому что ринопластику вы сделаете, внешность вас же изменится, но вы-то останетесь тоже. Есть хорошая серия Доктора Хауси, где мальчик с изуродованным лицом, там у него редкая форма черепа и так далее. Вот. Если найдете, если посмотрели, вспомните или посмотрите. Хорошая серия, она прямо вот показывает этот момент. Либо прочтите книгу «Я умею прыгать через лужи», там тоже про комплекс внести достаточно подробно написано. Вот. Так. И все-таки я обдумываю ринопластик. Может быть, я действительно выглядел для других давнего и родительного рядом с ним. Ну, я про выразительность вашего вида для других дам сказал. То есть здесь, с одной стороны, есть необходимость вам проработать как-то немножко свой стиль. Да. То есть, ну, может быть, чтобы вы подобрали себе подходящий стиль в одежде, во внешнем виде и так далее, если, конечно, позволяют финансы. Здесь нужно понять, что женщина не может воспринимать другую как препятствие, потому что тогда она будет обесценивать себя. И, естественно, понимаете, что женщина, которая руководствуется внешними какими-то ценностями, да, то есть ценностями красоты, ценностями каких-то вот внешних вот характеристик, она обладает вообще определенными ценностями, определенными взглядами на жизнь. И, соответственно, исходя из этого, она, в принципе, не уважает других, не уважает других и не уважает тех, кого она считает как-то вот ниже себя. А это, по сути, я говорю еще раз, означает либо, что она, что другая такая же красивая, как она, либо красивее, что практически невозможно. Да? Вот. Поэтому, я думаю, что, в общем и целом, на ваш вопрос можно ответить так. Очень много неуверенностей складывает в вашем тексте очень много сомнений в себе. Я бы даже сказал, завятостей, может быть, даже страхов каких-то. Вот. И, собственно говоря, вот это все, скажите, скорее и составляет, как бы, одну вашу, вашу, вашу проблему. Вот как вам написал мой коллега, да, что изменить отношение женщины к вашему мужу вы не можете, значит, изменить свое отношение к этому. Он ведь с вами, а не с ним, не с ним, не с ним, не с ними, значит, то, что с юмором. Ну, юмор это то, что доступно, может быть, не каждому, да. Поэтому, вот, это, знаете как, это от человека, да, ведь. Мне больше интересно, знаете, что, всегда ли у вас была такая вот неуверенность, или она пришла откуда-то, когда-то, в результате чего-то. Я полагаю, что там проблема, знаете, там корень ваших проблем. И вы можете воспользоваться самыми рекомендациями, которые можно применить уже сейчас, уже сразу. Да, например, поговорить с мужем, там, постараться как-то с ним этот вопрос искать, да, чтобы он не свиртовал и так далее. Ну, а можно поработать с вами над вашей самооценкой, постепенно, постепенно выровнять ее, эту самооценку, постепенно постараться увидеть, где находятся триггеры, которые занизили ее так сильно. И, собственно, с этим триггерам начать менять ваше отношение. Потому что именно они, эти триггеры, ну, это определенные обстоятельства, породили у вас неверные понятия. И за отсутствием этих самых понятий, ну, то есть неверные представления о тех или иных вещах, или комплекс, комплекс это ложные понятия о себе, о других и о себе в этом мире. Кроме того, вы в своем тексте пишите о том, что, значит, надрело пару вопросов в виде вопросов. Вы пишите, что это надрело в виде вопросов. Далее идет как бы двоеточие, и вы пишите, как мне себя вести, когда подкатывают к мужу. Но это только один вопрос. Больше вопросов, кроме того вопроса, что вы наверху написали, да, вначале, нет. И складывается ощущение, что вы свой вопрос, вопрос еще как бы хотели задать, но не решились. Я с большей уверенностью могу сказать, что все дело именно в ваше воспитание. Вот воспитание, оно вас зажимает. Ну и плюс, конечно, какие-то обстоятельства из жизни тоже. И плюс еще то, что вы вместе два года, и непонятно сколько вы вместе, как бы давно вы знаете, как долго вы были. До брака, ну то есть до бракных отношений, и как и у вас отношения, отношения с мужем. Потому что, прежде всего, мысли, это ведь не только от того, что вы в себе не уверены. Это ведь еще и от того, что вы мужу своему не доверяете. И вопрос заключается в том, а почему вы не доверяете своему мужу? Это ваш тематный момент. И доверяете ли вы ему? А если доверяете, то что вас тогда заставляет сомневаться? Пробовали ли вы его немножко ревновать? Немножко ревности – это хорошо. Немножко ревности – это здорово. Может быть, мужчина специально флирсует, чтобы вашу ревность вызвать. Вы не ревнуете, и он думает, что вам все равно и из-за этого продолжает это делать. То есть, понимаете, разбираться не только в вас, а в отношениях с мужем. И я бы на самом деле начал разбираться именно в отношении с мужем. Потому что, может быть, там проблема. Просто постараться подкорректировать что-то, посмотреть на результат. Будет, не будет, как будет, что будет. Если не поможет, тогда уже, соответственно, работать с вами. То есть, я бы здесь не спешил, вот, именно, как бы, начинать именно с вами работать. Но рекомендую все же подумать, что вы в себе не принимаете, почему и на основе чего, на базе чего у вас выработалось это неприятие, а также как это соотносится с тем, что ваш мужчина вас полюбил, лнился на вас и так далее. При том, что он, как вы говорите, красивый и обаятельный. Кстати, а какие у него еще есть достоинства, кроме его внешности? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok